привет друзья гости подписчики и просто любители комнатных растений вы на канале сад редкости квартире и с вами вновь я алексей и сегодня у меня распаковка очередной посылки точнее я растение уже распаковал потому что это занял у меня очень большую массу времени наверное часа два потому что было просто безумно тщательно запаковано дважды утеплено на случай холодов все-таки уже время такое но хвала продавцу все прекрасно доехала все было капитально защищено есть вообще без каких-либо потерь итак первое растение это опять-таки epipremium t02 он недавно промелькнул в обзоре о flower and boy у володя он его себе тоже приобрел показал ну естественно же я не смог остановиться я облазил весь интернет и нашел вот последний череночек самый малюсенький уже совсем маленький то есть тут уже меньше но невозможно просто вот такого размера конечно он ни на какой это премию больше не похож он и вообще совершенно другой листья у него такие морщинистые и даже не знаю чем их сравнить такие пупырчатые то есть фактура листа просто зашкаливает то даже вот не развернутый лист но уже видно что он очень капитально фактурный безумно красиво раскрашенный ну вот теперь остается только ждать когда он раскроется и вообще когда растение пойдет в рост такое все маленькая но тем не менее я очень счастлив что я его урвал и не не придется ждать его до следующей весны то есть а будет она уже расти у меня потихонечку так следующее растение покажу сразу потому что бегуша очень редкая очень замученная это вот она у меня постояла час пока все остальное там паковал и уже вот она загрустила очень красивая не буду ему сейчас срочно в тепличку то что она была вообще идеально настояла вот так ведь она уже ушки вешает потому что ей нужна повышенная влажность называется это бегония птерили деформис red красная форма так все не буду больше на ней задерживаться сразу убираю в тепличку потому что остальные то бегонии как бы все нормально но это просто она настолько нежная что ее надо с рачеником туда убирать я из-за этого ее прям вне очереди показываю следующая бегония серотипетала у многих она уже есть название довольно таки уже на слуху но она тут еще листики маленькие поэтому цвет вот этот сиреневая вся краска которая тут флуоресцентная должна присутствовать ее пока здесь еще нету поэтому так особо похвастать пока принципе ничего просто показал что она мне пришла вот так следующее бегония мошаника тоже еще растение маленькое поэтому в должной форме себя не проявила это резонная бегония то есть у него такая вот потом формироваться получше такое стебель постепенно он в принципе там уже немножечко есть такого стебелька но листочки у него очень интересная сорт новый достаточно не знаю есть у кого-то она нет ну тут короче листы еще не проявили себя в должной форме хотя они сейчас уже симпатяги так следующая такая же маленькая поэтому наверно тоже ничем вас не удивлю стал стал ди а если по-английски латински читать стауди тут не сразу предупредили что она вот есть единственном экземпляре вот этот укорененный лист который уже значит потихоньку портится у него вот такая малюшенькая детулька но я тоже согласился и взять потому что продавца этого знаю она даже самые наперсточные детки умудряется присылать в идеальном состоянии то есть я не знаю я бы такую детку бы не смог переслать она бы у меня в дороге просто в кашу превратилась а тут было все проложено даже вот здесь сбоку было как-то там салфеточкой вот тут от стакана аж до сюда было салфетка как-то все так сделано культурной цивильно что она в идеальном состоянии вот эта детка прямо я даже удивлен что можно так прислать я потому что когда заказывал почти был уверен что она приедет там ну ничего не будет а вот видите как все идеально вот это моя гордость я уже целый год ее жду потому что у меня год назад такое растение было я и его как говорится потерял мягко говоря не знаю догадайтесь вы или нет что это за растение а это такая бегония да 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 это именно бегония название у нее так херба c то есть бегония травяная вот меня еще в прошлый раз привлекла необычность ее внешнего вида то есть она не похожа совершенно другие бегонии хотя если залезть туда к черенкам листы к листовых пластин посмотреть то сразу увидим сходство с бегониями она формирует подземная корневища которая в принципе даже по некоторым классификатором считается каудексным растением потому я почему на нее внимание обратилась что каудексными растениями я интересовался в прошлом году прям вообще досконально у меня есть такой сайт которыми все растения там вообще редкостные выискиваю и вот там в том числе в списке вот этих всех растений которые каудексные там существует природе и вот названы несколько видов бегоний в том числе и вот это я и тогда вот выписал но мне начала хорошо расти но мне тут и раза в два больше стала так закустилась она в принципе неплохо растет дорогая зараза конечно потому что она редкая я не знаю вот на сто процентов уверен что и наверное никто и никогда в жизни даже не видел да и не собирался покупать может быть если виду потому что трава травой по идее да но настолько она интересна и особенно вот так вот людей шокировать сказать да это бегония и уже удивление у людей наступает вот такое интересное растение это бегожка еще раз как называние herba c herba трава так и в этой же посылке у меня остальные представители это семейство перечных родственники пепперомий но это собственно говоря настоящий перцем декоративные вот например пайпер орнатум его многие принципе должны знать уже много лет назад я увидел в коллекциях то есть некоторых людей встречается это растение хотя не скажу что часто но в принципе она есть коллекциях есть это точно так очень красивые листья тут конечно камера полностью не передает здесь еще тут где серебристые вот эти прожил очки они еще с розовинкой по идее даже вот на нижнем леске который ближе всего к горшочку вот видно немножко отсвечивает розовиной как-то даже направление вот подобрать чтобы видно было это вот такой перчик их у меня пришло 52 укорененных и 3 не укорененных я честно говоря столько видов даже и не видел а тут попалась мне на одном одном в одном месте и я конечно их тоже решил прикупить но тоже удовольствие не далеко не дешевая поэтому не знаю если мы никогда еще толком не связывался поэтому сложно что-либо говорить и обещать что с ними будет дальше не знаю вот такой перчик извиняюсь такой на всех маленькая нежная что страшного как-то держать вот тут на листике видно раза розовенькие прожилки симпатичный конечно он немножечко такой неказистой формы растения надо его формировать она в принципе свисает лианой где я смотрел просто в интернете набирал красиво очень ампельным кустом смотрится если раз посадить несколько черенков будут свисать такой пышной массы очень красиво это у нас пайпер парфюм парфюм пилиум что-то такое не могу точно сейчас сказать когда пересажу напишу уже своей рукой название тогда точно могу название сейчас пока там не разберешь так и три перца мне пришли вообще черенками вот этот сорт просто буквально на ходу был предложен на продавец не сказала что это вообще новый сорт случайно на его обнаружила и даже еще нету у нее как бы как она сказала укорененных растений только вот срезы естественно я разве могу устоять вы уже признаете какой ненормальный насчет закупок это все лето я скромничал все время маленьким посылочками вас удивлял а теперь меня прорвало и так вот это такой перец конечно он шикардозный тут вообще ничего сказать не могу у него кстати листья совершенно плотные с этими вот предыдущими но первый был такой средней плотности обычный листок скажем второй такой нежнятный он тоже уже просится скорее в тепличку надо его поставить этот у него лист прям не знаю даже с фикусом сравнить что ли с каким-то или такой вообще реально плотный и посмотрите какие у него листьев варигатные они просто изумительной красоты если будут такая свистящая лианка да это вообще красоте не будут вообще красоте не это пайпер варигата так еще два сорта перец крокату прострата если я не ошибаюсь прострата возможно и неправильно читая потому что не свой почерк почерк не свой читать затруднительно так открываем то есть вместе с вами я даже очень открывал достаём аккуратненько по моему тоже достаточно не то не такой проблем не пойму что внутри еще заклеена что ли а там просто скотч прицепился так не перепутать бы мне название так этот у меня лежит название теперь с этим разбираемся такс убираем скотч убираем скотч боже как бы ничего не повредить то такое все нежнятное что страшно даже страшно что любом какие-то манипуляции производить так не буду ничего уже рук обучиваться насчет красоты в камере делаю чтобы только ничего не повредить так хорошо снимаем влажную салфеточку они такие вообще салфетки такие нежнее нежнятина просто нежнятина и не знаю даже вот такое ну да это тоже плотно этот очень плотненький листик надо же не такие все разные это крокату вот то есть вот насчет этого я уже так не опасаюсь он плотный прям вообще его можно прям вот так вот ничего с ними делается вообще реально ну кстати да можно сказать как вот у хедро листья когда она в полном напитанном состоянии очень плотненький красивый лист если близко подносить он переливается то есть это не просто серые мазки а масса маленьких точек как мраморная очень красивый листочек вот помоложе вот еще моложе то есть вот такой перчинка еще один последний он называется перец сель ватику сейчас мы его посмотрим так этот немножко отодвину чтобы его не надавил случайно так теперь будем распаковывать сель ватику открывание так и вроде ничего не приклеилось все нормально так изъяли но не распакуем сейчас я даже сам не помню какого он вида тоже плотный ура меня это радует потому что вот те нежные сорта меня просто напрягают с ними как-то сложно так там походу она перлите ки что предыдущий что этот там салфетки внутри перлит присутствует так убираем сейчас немножко тряхну листья дан такие же кожи кожистые плотненькие вот такой как его сказал сель ватику ну вот такой листочек тут извиняюсь полностью еще перлитный стряхнул кстати манипуляции с ним производить не сложно без плотные не страшно поэтому я могу прямо взять золота за один лист и показать его вблизи вот такое то есть тоже не просто какой-то там зелененький а такой весь фактурный и в мелкую мелкую россыпь точек светлых на зеленом фоне то есть вообще окраска интересная я думаю что здесь его не полная красота листа скорее всего он себя еще проявит более красивым видим то что вот на маленьком листочке какие-то розовины тут тоже проявляются будем короче говоря выращивать поинтересовался у продавца как его укоренять ну не сказали что в принципе особых сложностей с укоренением у него нету ну не знаю кому как потому что один одного человека и не укореняшки укореняются запросто на 1 2 3 а у некоторых и ванька мокрый может стоять и не укореняться то есть тут еще зависит от условий конкретного места помещения освещения температуры вложить и всего прочего поэтому вот так ну вот это вот такая еще одна посылочка у них пришла 3 еще стоит не распакованных время уже почти 4 когда я все буду делать не знаю потому что завтра мне надо еще получать несколько посыл точнее уже нет ни завтра сегодня ну ничего мы это переживем это все приятное приятная возня выходной у меня один сегодня он уже во все идет потому что время 4 воскресенье мне опять на работу в понедельник тоже на работу то есть завтра надо будет успевать сделать очень и очень много много-много всего посадить пересадить поэтому на этом буду заканчивать возможно завтра если будут настроение а точнее даже настроение время какие-нибудь посадки я запишу потому что много всего надо сажать возможно если получится какую-нибудь болталку запишу на этом я буду заканчивать покажу вам еще эти перцы сборе только бы их мне не перепутать вот такие три красавца те уже не буду трогать на этом я буду прощаться с вами друзья всем всего доброго всех вас люблю целую обнимаю желаю вам только добра всего самого хорошего спасибо что вы со мной оставайтесь и дальше со мной подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик кто этого еще не сделал впереди вас ждет много интересного новых интересных необычных растений друзья всего доброго всем пока пока